Членами опасной преступной группировки был налажен устойчивый канал поставок наркотиков с территории Украины. Ацетилированный опий переправлялся на Крымский полуостров через юго-восточные регионы соседнего государства. При этом трафик действовал на протяжении нескольких лет. Достаточно серьезные меры конспирации предпринимали эти злоумышленники. Специальная терминология применялась при разговорах, даже телефонные переговоры. Продавец никогда не встречался с покупателем, путем тайниковых операций передачи наркотиков всегда происходило. Ну и на самом деле пришлось достаточно серьезно поработать с этими злоумышленниками. Сейчас, я думаю, что будут отрабатываны еще дополнительные звенья этой преступной цепи, потому что речь идет о крупной разветвленной сети распространения опия на территории Республики Крым и города Севастополь. Один из основных организаторов наркобизнеса – российский гражданин грузинского происхождения. На протяжении двух последних недель перед задержанием три раза сменил место жительства, снимая квартиры посуточно. А вообще что-то у вас здесь запрещенное есть, да? Ну, я употребляю сам. И где это находится? Ну, тут. Кроме самого концентрата опия, у членов группы изъят также ангидрид уксусной кислоты, применяемый для изготовления наркотика. Кроме того, в местах проживания дельцов оперативники обнаружили большое количество наличных денежных средств – около полутора миллионов рублей. А также различную технику и телефоны, очевидно, полученные в качестве оплаты за наркотик. Сейчас возбуждено уголовное дело по статье 228 прим. 1 «Отохранение и сбыт наркотиков в крупном размере». Уголовный кодекс за наркопреступление в целом предусматривает наказание до 20 лет лишения свободы при различных отягчающих обстоятельствах. Но здесь очевидно, что будет несколько различных составов преступления, потому что в рамках расследования уголовного дела будут наверняка еще выявляться дополнительные факты, дополнительные эпизоды преступной деятельности. Может быть, связаны с легализацией наркодоходов, может быть, связаны с контрабандными поставками, то есть уже контрабанды наркотиков из-за рубежа. Поэтому, очевидно, что статья не единственная будет, которая сейчас возбуждена. Марина Павлова, служба новостей ТВ, Севастополь.